И в продолжении темы о текущем состоянии молочного животноводства в Ненецком округе сегодня шла речь в администрации региона. Здесь прошло заседание межведомственной рабочей группы с участием депутатов окружного собрания, представителей Департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса, глав Великовисочного, Пёшского и Омского сельсоветов, а также руководителей животноводческих комплексов, осуществляющих свою деятельность на территории данных муниципальных образований. В текущем году для производителей продукции молочного животноводства в регионе приняты максимальные меры поддержки. Их перечень на заседание межведомственной рабочей группы представила начальник управления АПК торговли и продовольствия Татьяна Мясникова. В настоящее время государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям. На один килограмм реализованного или отгруженного молока на собственную переработку. Данная ставка, напомню, у нас определяется дифференцированным в зависимости от достижения показателей на начало года. С мая по август ставка субсидий была увеличена до 85 рублей за килограмм молока для всех производителей. В настоящее время принято решение о сохранении данной ставки до конца текущего года. Еще один вид государственной поддержки – частичное возмещение затрат на производство мяса крупного рогатого скота, направленного на последующую промышленную переработку продукции. Ставка субсидий составляет 150 рублей на 1 килограмм мяса. Кроме того, сельхозтоваропроизводителям по льготному тарифу предоставляется электроэнергия. Также предоставляются субсидии органам местного самоуправления на ремонт имущества, находящегося в собственности поселения. Это ремонт ферм. Кроме этого, возмещаются затраты на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции и животноводства. С октября 2019 года предусмотрено новое направление господдержки на возмещение затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции из села в город для реализации населения. Это товары с повышенной добавленной стоимостью масла и сыр. Как отметила Татьяна Мясникова, благодаря государственной поддержке, размер которой только за три квартала текущего года составил 226 миллионов рублей, хозяйства смогли своевременно и в полном объеме заготовить корма для животных, осуществить ремонт старой сельскохозяйственной техники или приобрести новую, отремонтировать молочно-товарные фермы. В муниципальных казенных предприятиях уменьшилась кредиторская задолженность. Впрочем, существуют проблемы, которые животноводческие комплексы не в силах решить самостоятельно, в силу разных обстоятельств. В этом году произведены работы по заготовке сена. Сено заготовлено в необходимых количествах. Также был закуплен трактор МТЗ-85 «Беларусь», доставлен уже в ОМО и передан МКП. И все-таки денег не хватает. В настоящее время не закуплен уголь в количестве 50 тонн. Цена 1 тонны 14 488,15 рублей за тонну. Не закуплено дизельное топливо. Цена дизельного топлива 98 333,33 за тонну. Комбикормов закуплено только 40% от требуемого. И, конечно же, главная проблема – это аварийное состояние нашей фермы. По словам Екатерины Михеевой, на ремонт фермы ВОМИ из окружного бюджета была выделена субсидия в размере 6 миллионов рублей. Но для того, чтобы использовать эти средства по назначению, необходимо, чтобы ферма была в собственности муниципалитета. Но в 2009 году ее арендовали у СПК «Восход». Мы столкнулись с тем, что, оказывается, у СПК «Восход» нет ни одного документа, подтверждающего собственность. А для того, чтобы нам передать собственность в это помещение, они не должны первоначально оформить собственность себе. Текущее положение дел на своих животноводческих комплексах представили главы Великовисочного и Пёрского сельсоветов. По их словам, благодаря субсидиям из окружного бюджета, муниципальные казенные предприятия удерживаются на плаву. Но и этой поддержки им явно недостаточно. Необходим комплексный подход к решению сложившихся проблем. Среди озвученных вариантов выхода из сложившейся ситуации – создание в населённых пунктах опорных точек на базе действующих МКП и передача полномочий по их управлению в Заполярный район. До конца месяца к рассмотрению этого вопроса все заинтересованные стороны вернутся вновь.